Красных текстильщиков 10. Здесь находится единый центр документов. Сегодня там находятся не только люди, которым нужно получить какие-либо услуги, но и сотрудники Роспотребнадзора, полиции, скорой помощи. Дело в том, что в организацию обратились люди, которым нужно было получить какие-то услуги. Это люди, которые вернулись в Россию из-за рубежа. То есть они обратились в организацию, естественно, вышли для этого из дома и тем самым нарушили требования о самоизоляции. Мы поднимаемся на второй этаж, где, собственно, всё и происходит. Попробуем уточнить детали, есть ли у кого-то, возможно, признаки заболевания и, собственно, что же будет с людьми дальше. Уголовная ответственность по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пожалуйста, ознакомьтесь с постановлением. Мы не знали ничего. То есть новости вы не читаете, не смотрите? Какой новости? Вообще не знаете? Не, не знаю. Откуда вернулись? Как откуда вернулись? Ну, вы в Россию, собственно, откуда приехали? Из Таджикистана. Из Таджикистана? Да. То есть вы вообще думаете о том, что вы тоже подвергаете опасности людей, и ещё кого-то? Если бы было такое, да, вот, билеты нам не продавали бы. Мы приехали 14-го. На тот момент было, граница была ещё открыта. Карантина ещё не было 14-го числа. Вот. Поэтому люди, которые приехали уже, когда был объявлен карантин, те, конечно, уже... Потом-то вы узнали, что объявлен карантин? Да, сегодня вот 13 дней, как мы здесь. Но всё равно вы решили нарушить карантин и прийти сюда. Ну, мы посчитали так, что мы приехали раньше, поэтому... Они говорят, что нас не извещали, нам не сообщали, по приезду нам ничего не говорили. Постановление у нас вступило в силу с 18-го числа, а они прибыли у нас с 14-го. Сейчас вы их повезёте в обсерватор, собственно, да? Да, да, в изоляцию. А обсерватор он из себя что представляет? Я не знаю, там ни разу не было. Я знаю, что там санаторий недавно построены. Во время карантина этого выходили на улицу? Нет, не выходила. Но сегодня решили... Сегодня решила выйти, да, потому что уже сколько дней. Ну, стоило ещё чуть-чуть подождать. Ну, извините. Скажите, пожалуйста, сейчас вы что делаете? Ну, пока сейчас готовлюсь к транспортировке и жду других. Вот и всё, пока что. Скажите, пожалуйста, вас там обследовали, не обследовали? Нет, ничего не обследовали. То есть только жили команды, да, на транспортировку? Хорошо. А вы температуру измеряли, нет? Нет, не измеряли. Сегодня не измеряли? Нет. Первых двух людей сотрудники скорой помощи проверили, и скоро их уже повезут. Но не в обсерватор, а, скорее всего, в больницу. Так объяснили сотрудники Роспотребнадзора. Потому что у обоих есть температура. Вадим Федосеев, телеканал «Санкт-Петербург». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова